Волшебница из Стокгольма 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 В Страну Чудес В Страну Зазвездную Куда она и перенесла героев В своей повести сказки Братья Львиное Сердце А на идее самой сказки Ее оттолкнула милая сценка Которую она подглядела На съемку фильма про Эмили Из Лёнинберга Старший брат бережно обнял Забравшись ему на колени младшего Который как раз исполнял роль Эмили И очень не устал Щелк и родился образ Братьев Львиное Сердце Хочется привести несколько изречений Линдегрэн, который не теряет актуальности И помогает понять Почему книги Астрид Линдегрэн Дети будущих поколений Будут читать с меньшим удовольствием Чем читали мы Есть ли у книги будущее? С таким же успехом можно спросить Есть ли будущее у хлеба? У розы? У детской песенки? У майского дождя? Лучше спросить Есть ли будущее у человека? Если оно есть и у человека Оно есть и у книги Потому что если однажды мы научились Черпать радость и утешение в книгах Нам без этого не обойтись Для многих, многих книги так же нужны Как хлеб и соль И так будет, сколько бы мы не изобретали Замысловатых кассет И телевизоров И других заменителей Все нормальные дети В той или иной степени Озорняки А вы обратили бы внимание На другое У моих озорняков Доброе сердце Они прямодушные и честные Они верные и надежные друзья Которые в трудные минуты Не растеряются Не повесят голову Представьте Что было бы Прийти кому-нибудь в голову Поинтересоваться Какими должны быть книги для взрослых Да ему бы просто рассмеялись в ответ Ха-ха А с детскими книгами Все по-другому То и дело, слышь Детские книги должны быть Такими и сякими Об этом писать можно Об этом нет Те книги устарели А эти наоборот Вполне актуальны Позвольте детским писателям Писать о чем угодно На свой страх и риск Лишь один вид детских книг Не имеет права на существование Это книжонки Сляпанные на скорую руку Писак и прозаписцем Которые считают Что все сгодится Ведь это все Понавсего детская книжка Хотите попасть в волшебный мир? Тогда приглашаю вас в гости К Андерсену наших дней К волшебнице Швеции Астрид Лингрен Откройте книги Шведской писательницы Астрид Лингрен И вы окунетесь В веселый, загадочный Полный приключений Мир О, здесь живут Удивительные герои Пеппи Длинный чулок Веселая, озорная девочка Конечно я вру Все время я вру Встаю по утру вру Хожу по двору вру Беру по ветру Иду по воду Обратно иду вру Сижу во рву Сижу во рву Цветочки рву И вру Вру Скажите лучше честно Что вам не все известно О том, что неизвестно Вы думаете обман? Нет, я не вру Я просто не вру Сошло на подпрыгунь Где мой папа Капин Карлсон Который живет на крыше Карлсон Карлсон Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу Распугал Привет, Карлсон Привет, малыш Слушай, а почему ты меня не спросишь Где я пропадал все это время? Где ты пропадал-то все это время? Кто ты? Я был у своей бабушки Да У меня, знаешь, какая бабушка Она, как меня увидит Сразу орет На всю деревню Карлсон Сонтик дорогой А потом как налетит Как обнимет Эмиль Из Леноберге Любопытно, я вам скажу, мальчишка Ронни Дочь разбойника И многие-многие другие Астрид Лингрен Сочинила для детей Больше 30 книг Приходите в библиотеку И читайте Веселые, волшебные, Озорные истории Шведской писательницы Астрид Лингрен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова